Опечатления на местное население наши рыболовы всё же произвели, по крайней мере на детей. Надо же, взрослые солидные дяди, а рыбалкой увлекаются, как дети. Наверное, поэтому самой благодарной и внимательной аудиторией во всех наших экспедициях являются именно юные рыболовы. Увидев, как Борис Борисович Кузнецов серьёзно готовится к ловле мякижа, местный начинающий рыболов стал также серьёзно и сосредоточенно подготавливать и свою немудрённую снасть. И не беда, что вместо катушки просто клубок спутанной лески. Главное, что орудием ловли он избрал не сетели, а строгу, а блесну. Пусть поначалу и не всё гладко получится, но постепенно придёт и умение, и понимание. Снасть в рыбалке не главное. Главным является умение. Наши рыболовы неоднократно убеждались, что наблюдательность и концентрация порой выручают лучше, чем самая совершенная удочка. Одна только экипировка ещё ничего не решает, если нет главного. Знание повадок рыбы. Обувь. Здесь знают, как сохранить ваши ноги сухими и тёплыми. И в дождь, и в слякоть, и в любые морозы. Ваш лучший выбор обувь Соррелы с Канадой. Для любой погоды. Зимой и в межсезонье. Обувь Соррелы. В городе или на рыбалке. Для детей и взрослых. Телефон в Москве 234-32-00. Обувь Соррел. Всегда тепло и сухо. Ну, а теперь пришло время дать слово непосредственным участникам событий. За долгие годы занятия рыболовным спортом мне пришлось порыбачить во многих регионах нашей страны. В Башкирии, на Волге, на Кавказе, в Сибири. Живу я на Камчатке 25 лет. И смею вас заверить, что за это время я не испытал более сильных впечатлений, чисто рыбацких, нежели отловли форели, микижи. Сама по себе эта рыба очень красива. Достигает достаточно крупных размеров. Невероятные впечатления испытываешь при его вываживании. Поэтому, мне кажется, с моей точки зрения, ловля такой сильной крупной рыбы на удочку, это, ну, вершина, что ли, ощущений рыбацких. Для ловли на сильном течении применяются поплавки типа консул и дельфин. Низкое расположение центра тяжести у таких поплавков обеспечивает их хорошую остойчивость. Для лучшего наблюдения за проводкой антенны наверху располагается шарик. Диаметр антенны несколько увеличен. Грузоподъемность поплавков 3-6 граммов. При этом они не догружаются. При незначительной глубине ловли основную массу грузил следует расположить ближе к поводку. Можно использовать единичный груз оливка или шарик с дополнительным огрузком или набор грузил. Расположение, которое вы сейчас видите, придает дополнительную остойчивость и позволяет быстро доставить приманку на необходимую глубину. При небольшой глубине и сильном течении поводок делается недлинным. Для предотвращения перекручивания он привязывается к вертлюжку. Использование подпаска в этом случае не обязательно. Диаметр поводка должен быть меньше диаметра основной лески. На вершинке удилища устанавливается резиновый амортизатор. Он уменьшает возможность обрыва лески при резкой подсечке крупной рыбы и помогает удилищу гасить ее рывки при вываживании. Амортизатор также выполняет функцию противозакручивателя лески. При выполнении проводки очень эффективен прием подтормаживания. Он придает насадке естественное положение, а так как она движется впереди оснастки, рыба меньше пугается. Следовательно, количество и качество поклевок становится большим, чем при свободной проводке. Снасть, которую я использую, она достаточно проста. Это классическая удочка. Обычно длиной 7-8 метров, углепластик. Леска, используемая 0,22-0,25. И в предыдущей передаче прозвучало, что эта снасть достаточно груба. Для гольца она может быть и груба, но не для форели, потому что отдельные экземпляры, которые попадаются, стягают 3 килограмм. И снасть должна быть достаточно крепкой. С точки зрения кулинарной форель, непревзойденная рыба. Особенно славна она в хорошем пышном пироге. Хотя идет в любом виде. И запеченная в тесте, и в ухе, и жареная, и заливная. Царь рыба. По-другому не скажешь. Спасибо нашему консультанту за исчерпывающую информацию. Но вернемся к рыбалке на Камчатке. По мере получения все новых и новых трофеев, особенности поведения местной форели становятся понятными нашим ловцам. Постепенно от случайных удач они стали переходить к целенаправленной охоте. Оказалось, что хоть форель и обитает в быстрых реках, но на самой струе стоять она не любит. Это лишний расход сил. Поэтому она выбирает места, где тщение послабее. С большими камнями, под струей в небольшом амутке, на вихревом слиянии двух водных потоков. Часто форель держится под нависающими над водой ветками прибрежных кустарников и деревьев. В таких местах она надежно защищена от возможного нападения любого хищника и в то же время обеспечивает себе удобный сектор обзора за всем, что проносит мимо поток воды. А съедобного, особенно осенью, в чистой холодной воде Камчатских рек немного. Летом еще туда-сюда то насекомое упадет, то червей дождем смоет. Осенью остается только малек. Но малек-мальку рознь, и далеко не каждого можно успеть схватить, только зазевавшегося или ослабленного, которых сносит по течению. Мяки же относятся к типичным реофилам, то есть рыбам, предпочитающим стоять в потоке воды головой против течения. Поэтому и блесну желательно проводить вниз по течению. На проводимую вверх по течению блесну хищник не всегда успевает отреагировать, а часто просто и не обращает внимания. Причина здесь простая. Раз малек так упорно борется с течением, то сил у него много, и поймать его задача непростая. В итоге форель часто предпочитает не рисковать и впустую тратить силы. Другое дело, когда блесна изображающая малька движется по течению. Такая добыча привычна для мякижи. Если провести приманку достаточно близко к ее стоянке, хватка может последовать с большей вероятностью. Форель отличный боец. Чтобы полностью измотать ее, иной раз и получаса вываживания мало. Попав на крючок, она показывает такой каскад разнообразных приемов, что поневоле залюбуешься. То она, как щука, может вылететь из воды, тряся головой, и пытаясь освободиться от засевшего в пасти тройника, то начинает крутиться, почище заправского циркового акробата, наматывая на тело леску. Но в одном ее поведении неизменно. Она предпочитает и на крючке идти против течения. Так что, если особенно и не форсировать вываживание, и не давать добыче кидаться вниз по струе, утомить форель можно довольно быстро и безопасно для снасти. Принимать выведенную рыбу лучше всего в подсак. У наших экспедиционеров подсака с собой не оказалось, был только багурик. Но ни у кого из них даже мысли не возникло пустить его в дело. Настолько красивая пятнистая обитательница чистой воды. Если бы не желание отведать на вкус ее нежного мяса, вся выловленная нашими рыболовами форель отправилась бы назад в воду. Но поскольку оставшиеся в Москве коллеги явно не одобрили бы, если бы их лишили возможности попробовать знаменитую камчатскую мякижу, то свободы были удостоены самые отчаянные бойцы и мелочи. Выловленная рыба иной раз сопротивлялась столь отчаянно, что сил на поспешное бегство в конце концов у нее просто не оставалось. Как, например, у этой мякижи, которой из-за особенностей съемочного процесса пришлось исполнить на бис пару дублей. Но что значит принадлежность к благородной породе лососей? Даже полностью вымотанные мякижи уходят из рук рыболова с большим достоинством. И не торопясь, какого противника поневоле будешь уважать. Во время экспедиции и не только во время рыбалки происходят неожиданные встречи. А такой неожиданной встречи наш рассказ. Поскольку рыболов большей частью находится среди дикой природы, нередки встречи с разными животными. На этот раз гостем нашей рыболовной компании, уютно расположившейся на берегу реки, стал маленький лисенок. Путь к аппетитно пахнувшему котелку перекрывали люди, с интересом наблюдавшие за малышом. Но лисенок явно был знаком с повадками человеческого племени и особой доверчивости не проявил. Лис на Камчатке много. Летом в реке много рыбы и совсем не надо быть прирожденным рыболовом, чтобы уметь выхватить одну-две рыбины из плотно идущего на нерест косяка. Так как ход лососей на нерест начинается с мая и кончается в октябре, все теплое время года недостатков пищи лисы не испытывают. Зимой корма тоже хватает. Зайцев здесь очень много. Если выпадает пушистый глубокий снег, всегда можно заняться ловлей мышей. Мышкующее лиса интересный объект для наблюдений. Ее ужимки и неожиданные прыжки во время этого занятия сделают честь любому комику. Так что, скорее всего, не голод был причиной появления лисенка возле стоянки рыболовов, а простое любопытство. Да еще может надежда поживиться каким-нибудь необычным лакомством. Лисенку в этот раз повезло. Рыболовы, уходя, оставили после себя довольно много вареных рыбьих голов, а также рыбью требуху. Так что на ужин хватило. Рыболовы, надо сказать, лис не особенно привечают. Зимой нередки случаи, когда хитрая лиса мигом оставляет рыбака без лежащего около лунки улова. Стоит только отвлечься. Да и на ночь, если приходится ночевать рядом с водоемом, улов лучше убрать подальше. Повесить носук метрах в двух от земли. Ни один рыболов уже поплатился за проявленную беспечность по отношению к собственной добыче. Но да в таких случаях лучше утешаться тем, что твой лов хоть помог зверю в самый тяжелый период его жизни. Субтитры сделал DimaTorzok